Субтитры делал DimaTorzok Возможно случается и о том, когда маленький побеждает большой С другими словами, дешевый китайский прицел, который отработал несколько сот Больше полутысячи выстрелов 308 калибра Сегодня мы говорим о прицеле фирмы CV Life Это чистый Китай, но, как ни странно, очень работающий Китай Данный прицел является полной копией того, что я подарил одному своему знакомому из Jacksonville Это прицел китайский 6х24, то есть четырехкратное приближение На 50 мм объектив с регулируемым объективом То есть параллакс у нас регулируется на объективе Подсветка здесь чисто китайская, красная и зеленая Довольно-таки простенькая сетка Регулируется, соответственно, еще объектив на фокус Приближение Очень простенький прицел Стоит от 30 до 40 долларов в зависимости от времени Во второй факалке, конечно Очень простая вещь Я купил один себе, чисто для разнообразия, и один ему У меня, в принципе, будет видео по фирме CV Life Потому что они, по крайней мере, продают некоторое количество разнообразного оборудования Для стрелкового спорта на рынке США, в том числе через Amazon И у меня собралось некоторое количество данных образцов Кстати, заполнен он азотом Ну и, в принципе, очень простенький прицел Старомодный до определенной степени Но все равно работающий И вот это меня исключительно удивляет Это продолжение той темы Насколько плохой сейчас Китай С точки зрения продукции И очень часто Совсем не так уж плохо, как казалось бы Данный прицел Хоть лично я не считаю, что это прицел хороший Но он рабочий И он на 100 и на 200 ярдов Позволяет человеку Из ревентонской винтовки Собирать группы Причем хорошие группы Он мне прислал некоторое количество фотографий Как через этот прицел Так и группа, которые получаются Плюс винтовка с этим прицелом Установленным на ней Вот этот прицел Наверняка вы много такое видели Сетку Показать немного сложно Здесь У меня просто камера очень близко И прицел не короткий И как вы понимаете Дистанция До глаза здесь Не один миллиметр Но сетку вы увидите В принципе Можно получить больше информации Вот такая вот инструкция Микроинструкция Пришла в коробке Пришла также чистящая Такая салфеточка Для каких-то целей И здесь Если я правильно понимаю Комплект Колец Которые доставать Смысла особенного Нету Но Как говорится Самая-самая-самая Простенькая Высокие кольца В системе Вивер Или Пикатин Скорее всего Вивер Все вот это Плюс еще и крышки Прозрачные Для прицела Стоило 35 долларов Если серьезно говорить Это очень мало У меня есть Китайские прицелы Стоящие гораздо дороже Ну правда Для хороших фирм Но все равно Эта фирма Отличается тем Что судя по всему Они Просто бюджетные Они не простые Там какие-то Непонятно что И ничего не пытаются Выдавать Лишнего Они просто Делают Нормальные Бюджетные вещи У меня есть Несколько их прицелов Которые я отдельно покажу Да Я ее не поставил бы На дорогую винтовку Безусловно Но я думаю Что для мелкашки Или средней мощности Патрона Более чем Причем все-таки 6 на 24 И будет его Не жалко потерять И сломать 20, 30, 40 долларов Это не деньги Совсем Вон у меня прицел Приехал за 1200 Ну то что стоило бы 1200 Я конечно купил на распродаже Но это в другом видео 40 долларов Это совсем Не деньги И этот прицел Будет участвовать В сравнении Бюджетных прицелов На дальней дистанции Я сейчас через него посмотрю Куда-то вдаль Вам этого будет не видно Но вам будет Надеюсь Слышно Сетка здесь Не самая простенькая Но и не самая Дурная Честно говоря Есть подсветка Красная и зеленая А так Реально говоря Показать эту сетку Очень сложно Поэтому вы ее Увидите в фотографиях Скорее всего Вот Частично эта сетка Тут видна Я пытаюсь настроить Фокус На камере Это слишком близко Тут дистанция Миллиметровая Получается Прицел Не короткий Вот Видите Какой длины И в принципе У меня даже Где-то была линейка Которая мне позволит Его измерить Если это кому-то интересно Я отдам на него ссылку Кстати На Амазоне В общем Длиной Если смотреть Сантиметров Наверное Все-таки Так 30 Примерно 40 сантиметров Длиной Толщина трубки Насколько я понимаю Дюйм 2,5 сантиметра Потому что 30 сантиметров 30 миллиметров Было бы больше То есть Это очень Простенький прицел Реально говоря Вроде бы Должен быть Очень Старый Но делают Новые И соответственно Используют новые технологии И Как раз Самый такой Хороший Пример С моей точки зрения Когда чистый Китай Должен Скорее всего Ни с кем Не связанный Делают Рабочую вещь На тему Не связанный Не знаю У меня возник вопрос Потому что Я купил еще один Бюджетный прицел Недавно И они Очень похожи Но там уже Есть название Фирмы А здесь Другое название Фирмы Другой я И вот я хочу И потом сравнить И посмотреть Не являются ли они Копия друг друга Так что вот Теперь переходим К реальным фотографиям Из тира Или через прицел Ну и теперь Можно просто посмотреть На детальные фотографии Этого прицела С разных сторон Качество фотографии Конечно Телефонное Но Сравнительно неплохое Можно посмотреть На детали По мере возможности Вот так вот Вблизи Выглядят Эти барабаны Так они Обычно Закрыты Сверху Как вы видели В предыдущей фотографии Ну и соответственно Общий Внешний вид Прицела Просто лежащая Рядой с коробкой Как вы видите Здесь есть Подсветка И крышечки Да Это 40 долларов Прицел Но вот как интересно Все равно Соотношение цены Качество Очень необычное И вот сейчас Видео от Андрея Которому я Такой прицел Дал попробовать И его Первый вариант Винтовки По-моему Это ремингтон Какой-то Вот как это Выглядит На оружие По крайней мере В его установке 308 калибр Кстати Неплохой приклад Вот видите Как это В принципе Неплохо Выглядит Ну и не забываем Что каждый Ставит это Чисто для себя То есть Совершенно Не обязательно Что так Это будет Выглядеть У кого-то Еще Или так же Будет установлено Но по крайней Мы знаем Что это Было В реальности А не просто Прицелы у меня На столе Потому что Я свой Ни на что Еще не оставил Честно вам скажу Вот второе видео Немножко лучше Показывает Внешний вид Этого прицела Да Вещь не маленькая Видимо Что кольца Пришлось поставить Достаточно высоко Потому что Диаметр объектива Достаточно широкий Ну вот Вот это вот Первый Ствол На котором Этот прицел Стоял И он оказался Лучше Даже дешевого Немецкого Сравнительно Сто долларов Тот просто погиб Вот Разные Попадания С этого прицела И мы видим Что в принципе С таким прицелом На 100 ярдов 6,5 кридма Можно было работать Или 308 Потом прицел Переставился На другое оружие Насколько я понимаю Потому что Андрей Решил себе Сделать Новую винтовку Вот видите Попадание В принципе Неплохие Для дистанции Но особенно Для данного прицела То есть Через него Реально видно И он При отдаче Не погибает На данный момент Прицел пережил На больше Полутысячи выстрелов 308 Калибра И даже с ним Пытались стрелять По спичкам Вот как это выглядит Реально говоря При попытке 100 ярдов Сиера 175 грейн Вот как это выглядит На винтовке В тире Снималось Конечно Через Телефон Ну что было Что есть Как говорится Ну и Заканчиваем Общим фото Как вот это Вот Сейчас Выглядит И как Попадание Получается Ну вот Общее фото Следующая винтовка Уже 6,5 Ритма Разные Патроны Все Спасибо за внимание